Куда ты лезешь, Мокшин? Сиди и переводи, какая тебе нафиг прокарта? В своих мотивациях я не раз говорил о том, что нужно делать то, что хочешь, даже если в тебя не верят и как бы дико твоя цель не звучала. Я не профессионал, у меня свои страхи, лень, занятость, но тем не менее я ввязываюсь во всю эту движуху, чтобы доказать себе и вам вместе с собой, что если работать поступательно, любая цель достижима. Здесь не будет никаких постановочных эпических сцен или подготовленных каких-то пафосных празд. Это будет реальная история, и так это первая часть из цикла видео «Мой путь в прорубь». Андрюха Луценко, GFB Channel. Твои 150 килограмм. Гриф здесь легче. Что-то как-то какие-то у меня подозрения, что тут не так. Не, по лифтингу не так, там нельзя делать оббивку. Ну, хотя в лифтинге еще и мастить можно, а я не мастил, поэтому плюс на минус. Ну, дальше было преодоление, если бы он преодолел. Ну, ладно. Сегодня я работаю в нетрадиционном для себя режиме, то есть в малоповторе, до пяти повторений всего. Поэтому очень важно закрепить суставы, закрепить запястья. Использую лямочки для запястья от MyProteins. Вообще у MyProteins, несмотря на то, что это бренд спортивного питания, еще и много аксессуаров. Лямки, бандажи, всякие цепи, ремни, крюки, бутылки, поилки, всякие разные. Поэтому MyProteins это не только спортпит, а еще и аксессуары. Проходите по ссылке в описании. С помощью моих промокодов всегда можете получить неплохие. Субтитры сделал DimaTorzok Мы на самом деле боимся себе признаться, что мы чего-то хотим, да, поставить перед собой какую-то конкретную цель. Потому что если у нас не получится, все, мы обосрались, блин, и начинаем потом заниматься самоездом, да. А если ты перед кем-то еще озвучишь свою цель, вот как я сейчас в этом видео, да, вот я вам всем, своей аудитории, дал обещание, продекларировал. Все, это моя цель, про карта. Представляете, какой груз ответственности у меня теперь перед вами? Я просто обязан это сделать. И я буду это делать. Ты не вывалил, а что? Ну а теперь скажу несколько слов уже о конкретике. Где я буду выступать? В общем, я просто буду делать форму. Когда я буду видеть, что форма более-менее достойная, открываю сайт IFBB NPC Qualifiers. И смотрю график ближайших турниров, на которых можно получить квалификацию на IFBB Pro Card. На самом деле, 10 стран, по-моему, где проходят такие турниры. Турниров больше 30 штук. Всегда можно найти какой-то турнир, который будет скоро и который будет рядом с вами, недалеко. Вне зависимости от Федерации, где вы выступали раньше, где вы выступаете сейчас. НПС ИББ сейчас нагребают всех. Они не обращают на это внимания и пока пускают всех. Планы? Ну, сейчас, в общем, спустя 3 недели я как начал эту подготовку после двухмесячного перерыва. У меня был перерыв, связанный с ПКТ, с операцией. В общем, я, в принципе, после операции на носу вообще не мог тренироваться эти два месяца. По состоянию на сегодня вес мой составляет 106 килограмм. Этап массонабора я планирую, ну, минимум, наверное, месяца два еще. Будем советоваться с Андрюхой Скоромным. Ну, вообще, на самом деле, для меня массонабор это более сложный этап, чем сушка. Как ни странно, у всех, наверное, наоборот. Но я все-таки, по сути, ставик тамор, у меня легко довольно слетает. Сейчас, чтобы набирать, пусть даже грязно, так как я сейчас набираю, я вынужден есть по 5 раз в день чисто, плюс еще добавлять какой-то фастфуд. Потому что иначе, иначе у меня просто все слетает, все перегорает. Поэтому так, 106, опробная точка. Кстати, перед алекантой я 106 весил перед сушкой. То есть у меня конечный этап был 106, а сейчас 106 это моя исходная точка, можно сказать. Так что это внушает немножко оптимизм. Но в любом случае буду держать вас в курсе и буду смотреть, на самом деле, в комментариях, что вас больше всего интересует. И на том и буду акцентироваться в последующих выпусках. То есть отдельно буду снимать выпуски, допустим, если вам больше питания, интересно об этом. Если там про форму я говорить не буду, детально сразу вам говорю. Я просто уже признавался, и здесь тоже продублирую, что да, использую. На сцене без этого никак. Но вдаваться в подробности не буду, потому что и так, и без меня уже говорунов на эту тему полно. И я не хочу этого делать. Пойдем по позирую. В общем, вот так сейчас выглядят мои 106 килограмм. Я не буду их прятать под футболками, под майками, чтобы вы все видели. Здесь мой прогресс. Сейчас набор. Сейчас есть и жирок. Ну, если хочешь качественно, вот прям ощутимо спрогрессировать, я понял, что, к сожалению, без прям этапа массонабора нельзя. Набирать сухую массу – это на грани фантастики. Ноги. Ноги отстают тоже. Я как бы этого не скрываю. Признаю. Именно поэтому Андрей Скоромный прописал мне две тренировки ног в течение недели. Это у меня будет понедельник и четверг. Это будут как столбы моего тренировочного процесса. Он говорит, со всем остальным делай что угодно. А вот именно ноги давай наверстывать – это главное. Несмотря на то, что, казалось бы, в шортах Мэнс Физик ноги не нужны, я все равно хочу, чтобы тело у меня было сбалансированное. В этой серии видео для меня очень важна обратная связь с вами. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, что вас интересует. КРИКУ. СИГНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КРИКУ. КРИКУ.